Привет. Да, сегодня я расскажу про межпланетную кросс-платформу в Яндекс.Про. Почему такое название? Ну, потому что мы все здесь говорим про космос, и мне надо было как-то присоединить космос к своему докладу. Давайте посмотрим, про что мы сегодня говорим, познакомимся, поймем, зачем нам нужна была вообще кросс-платформа, как мы ее выбирали, почему мы выбрали Flutter, какие у нас были особенности в разработке, посмотрим статистику и метрики, которые у нас есть, и я расскажу о том, какие у нас планы к дальнейшему нашей команды. Собственно, будем знакомиться. Это раздел первый, в котором все знакомятся. Привет, меня зовут Гена, я руковожу разработкой Яндекс.Про в Яндекс.Го, про это уже сказала Катя. До этого я работал в Юле, до этого занимался многими другими вещами. Вообще, в принципе, я уже 20 лет занимаюсь разработкой в том или ином виде, и я просто космос. Да, это очередной референс к космосу. Посмотрим на космический масштаб того проекта, которым я занимаюсь. Мы работаем в 19 странах, более чем в 300 крупных городах, и у нас более 700 тысяч водителей по всем странам, в которых мы работаем, являются пользователями нашего сервиса. И вот все эти сотни тысяч водителей, они являются пользователями платформы Яндекс.Про. Раньше платформа Яндекс.Про называлась таксометром, потому что раньше в ней были только водители такси. И выглядел он раньше не очень, вот примерно вот так. Здесь многие из моей команды пустят скупую слезу, потому что они помнят эту штуку. Я это не помню. Я пришел в компанию, когда он стал выглядеть уже нормально. Вот. Но зато теперь в ПРО могут работать не только таксисты, но и курьеры лавки, курьеры еды, автокурьеры доставки и многие другие. Человек сам может выбирать, чем ему заниматься в рамках Яндекс.Про. Например, он может с утра работать таксистом, а вечером разносить еду или наоборот. Мы, как платформа, предоставляем своим пользователям всевозможные очень удобные для работы вещи. Например, внутреннюю навигацию, подсказку о том, где сейчас находится повышенный спрос, помогаем управлять своими сменами и всячески пытаемся облегчить их работу. Ну и, кроме всего прочего, сейчас ПРО стал выглядеть сильно лучше. Вот. Примерно вот так. Современный дизайн. Раздел второй, в котором всем становится тесно, потому что появляется большой персонаж, и в нем мы поговорим, почему мы решили делать версию на iOS. Да, Pro изначально существовал только на Android. Это исторический факт. Сначала большинство водителей имели только телефоны на Android, поэтому мы фокусировались на разработке под эту платформу. Но, когда на дворе была зима и начало 2019 года, мы очень-очень-очень захотели развивать межпланетный, в смысле международный бизнес, и подумали о том, что в других странах доля iPhone на рынке сильно больше среди водителей, чем у нас. И, в принципе, даже внутри тех стран, в которых мы работали на то время, уже формировался тоже среди водителей отчетливый запрос на то, чтобы появилась iOS-версия. И, в общем, мы не ошиблись, когда анализировали эти запросы. По статистике в тех странах, в которых мы хотели выйти, доля водителей, которые имели девайсы на iOS, была в районе 30%. Это очень большая доля. В Европе, очевидно, она была побольше, в Африке и Азии, очевидно, она была поменьше. Но, в общем и целом, она была такая. И вот, окончательно решив, что iOS-версия таксометра нам, тогда еще таксометру, нужна, компания совершает самый умный и лучший шаг во всей этой истории. Она нанимает меня ее сделать. Это цитата, это цитата меня была. Третий раздел, в котором все много думают над тем, какую кросплатформу выбрать, и выбрать ли ее вообще. Мы стали очень активно думать над тем, как же нам сделать iOS-таксометр. Вариантов, на самом деле, было не очень много. Мы могли сделать его в нативном виде, а могли сделать его в кроссплатформенном виде. И мы стали взвешивать все плюсы и минусы, какие есть у этих подходов. Наивный нативный подход заключался в том, чтобы написать все это просто на Swift. У него были совершенно очевидные плюсы. Ну, во-первых, он был бы написан на Swift. Он бы работал быстро, точно, красиво, и можно было бы сделать на платформе вообще все, что захочется. Из очень очевидных минусов, ну, в общем, он был бы написан нативно на Swift. Его было бы достаточно долго разрабатывать, долго вносить в него изменения. И код, который мы бы написали для этой версии таксометра, мы вообще бы никак не могли переиспользовать где-то еще. Второй вариант был выбрать кроссплатформенное решение. И из очевидных плюсов у кроссплатформенного решения было то, что мы могли бы использовать одну и ту же кодовую базу на разных платформах. Возможно сделать за счет этого большее количество задач меньшим количеством людей. И из очевидных минусов было то, что это не нативное приложение на Swift. И могли быть недоступны какие-то функции платформы. И оно могло работать хуже и медленнее. В общем, выбор был достаточно сложный. Мы какое-то время подумали и все-таки выбрали кроссплатформу. Осталось понять, какую из технологий, которые существовали на тот момент на рынке, нам стоило применить. На тот момент, это уже конец весны 2019 года, основным фаворитом на рынке был React Native. Можно было использовать веб-технологии C++. Тогда уже появился Kotlin Multi-Flatform. И тогда же уже был Flutter. Кроме наших личных предпочтений, у нас был еще набор требований, которым нам нужно было соответствовать. А именно, мы хотели быстрый, консистентный UI на всех платформах. Мы хотели, чтобы у нас была высокая скорость разработки этого приложения, чтобы его было удобно разрабатывать, чтобы платформа была достаточно стабильной, и при ее обновлениях нам не приходилось переписывать полприложения, потому что обновления были ломали совместимость, чтобы приложение было достаточно безопасным, и чтобы код переносился, и действительно его можно было использовать на разных платформах. И начинается четвертый раздел, в котором есть некоторые ответы на эти вопросы. Почему Flutter? Во-первых, быстрый, консистентный UI. Консистентный — это означает одинаково выглядящий, ведущий себя на всех платформах. Здесь на самом деле можно было использовать только Flutter. Веб, он хотя и выглядел везде более-менее одинаково, но был достаточно медленным и иногда глючным. А остальные подходы делали свой UI на каждой из платформ, и, в общем, этому требованию даже никак не удовлетворяли. Но на самом деле с этим мы могли мириться, и про это я расскажу чуть позже. Скорость разработки и удобство тулинга. Flutter выиграл и здесь. React Native и Web достаточно быстро разрабатываются, у них достаточно большое количество всевозможного тулинга хорошего есть, но иногда он работает очень странно. Если кто-то из вас пользовался React, React Native или прочими вещами, вы наверняка сталкивались с тем, что все ваше окружение в какой-то момент перестает работать с какими-то странными ошибками, а новые разработчики садятся и тратят по 3-4 дня на то, чтобы все это настроить, прописать все правила, поставить все соответствующие версии пакетов, чтобы это все заработало. В общем, не самый лучший вариант. C++ исторически имеет хороший тулинг, это старый язык, на нем много пишут, поэтому, собственно, с тулингом там проблем нет, но скорость разработки на плюсах мобильных приложений она отставляет желать лучшего. Это неродной для них язык, и делается все достаточно долго. Котлин Мультиплетфорн тогда еще даже не вышел в Альфу, если я не ошибаюсь, и он был не очень быстрый и не очень удобный в разработке, потому что все постоянно менялось, поэтому выиграл Flutter. Стабильность. Почему важна стабильность платформы? Никому не нравится, когда при обновлении фреймворка, который ты используешь, приходят какие-то ломающие изменения, и тебе приходится переписывать свое приложение для того, чтобы соответствовать новой версии фреймворка, ведь именно в ней приехала та фича, которая тебе так и нужна. Поэтому мы смотрели в первую очередь, ну, смотрели в том числе и на то, чтобы фреймворк был достаточно стабильным. Здесь, конечно, плюсы были на высоте, там, собственно, не было никаких фреймворков, ничего не обновлялось, поэтому все было нормально. За ним шел Flutter. React Native и просто React, на который мы тогда думали делать веб-приложение, были еще дальше от места победителя, потому что в React Native постоянно случались ломающие изменения, а Kotlin Multiplatform, он тогда еще не был даже в Альфе, и в нем менялось вообще все всегда. Переносимость кода. Здесь опять победил Flutter, и сразу за ним веб-приложение, потому что остальные подходы так или иначе использовали платформенный UI, поэтому перенести их совершенно безболезненно, весь код туда-сюда, было очень сложно. В любом случае пришлось бы писать платформенно-зависимые части интерфейса, и, в общем, на самом деле мы могли делать кроссплатформенную только бизнес-логику. В общем, так себе кроссплатформа получалась бы. Мы все очень тщательно взвесили, Flutter победил у нас по абсолютному большинству пунктов, и мы приняли, как мы думали тогда, правильное решение, потому что мы считали, что у нас достаточно информации, и начали делать прототипный React Native. Даже не знаю, чем мы тогда думали, но нам это показалось хорошей идеей. Внимательный слушатель мог заметить в самом начале презентации, что мы все же выбрали Flutter, а я сейчас говорю, что мы начали делать прототипный React Native. Как же так вышло? Что же случилось? СИМ, служба информационной безопасности, наложила нам ветвь на использование React Native после того, как мы сделали прототип. Все дело в том, что в React Native есть хоть обфотоцированный, но все же интерпретируемый JavaScript код, и сделать с приложением, в котором так устроены какие-то гадости, сильно проще, чем с другими. Это очень не понравилось нашим безопасникам. В нашем приложении есть куча каких-то критических мест, мест, которые мы не можем так подставлять. И ребята сказали, что нет, нельзя, они категорически против. Мы очень расстроились, разозлились на них, и поэтому сели и переписали все на Flutter. Спасибо большое службе информационной безопасности. На самом деле, ретроспективно я понимаю, что ничего кроме слов благодарности я не могу им сказать, и вы навсегда в наших сердечках, парни. Если бы не вы, то ничего этого бы сейчас не случилось. Пятый раздел, в котором нам очень сильно везет. Особенности межпланетной разработки. Мы выбрали Flutter и полетели. Нас было немного, и за несколько месяцев мы сделали уже не прототип, но нормальную версию. Первое бета-приложение для iOS на Flutter. Она работала в том числе даже и на Android, мы ее собирали. Она была всем хороша. Она нам очень-очень нравилась. Она нам так нравилась, что я даже еще раз покажу ее скрины. Но была одна маленькая деталь. Мы запланировали запуск этого приложения в Финляндии, не в России. И уже перед самым запуском мы выяснили, что она не поддерживает финский язык. Она поддерживает только английский язык. И она совершенно не локализована. И мы выяснили это прямо перед запуском в Финляндии, где был не очень большой процент водителей, которые говорили на русском языке. И, собственно, нам надо было что-то делать. И тут нам очень повезло. Очень повезло с тем, что во Flutter оказались очень хорошие средства локализации. Очень хорошие. И у инопланетян все же были шансы нас понять. Да, здесь снова референс к космической теме конференции. Они не инопланетяне, они такие же люди, просто говорят на другом языке. Так выглядели переводы в нашей системе. У нас есть такая штука, которая называется «Танкер». Скриншот ее показан на экране. Мы заливаем туда под каким-то ключом текст. И специально обученные люди пишут переводы на кучу-кучу-кучу разных языков, на все те языки, которые есть в тех 19 странах, в которых мы присутствуем. Мы взяли пучок скриптов, и код ген у нас оказался готов. Мы научились очень быстро забирать переводы строк из «Танкера», делать их в нужном для флаттера формате и показывать в приложении, динамически переключать языки. И, казалось, опасность миновала. Мы успешно запустились в Финляндии, запустились в России. Все работало. Мы начали растить свою долю пользователей. Пока у нас не возникла необходимость запуститься в Израиле. Почему возникли с этим проблемы? Потому что мы совершенно не учли, что есть языки, в которых пишут не слева направо, а справа налево. Мы очень испугались и расстроились заранее. Пошли проверять масштаб разрушений. Загрузили израильскую локализацию из «Танкера» в приложение и увидели, что все работает прямо из коробки. Ура! У нас все получилось. Так что теперь мы можем сказать, что у нас действительно есть 19 стран, в которых работает наш флаттерный Яндекс.Про. более 300 крупных городов, в которых работает наш флаттерный Яндекс.Про. И около 700 тысяч активных пользователей по всем странам сервиса в нашем флаттерном Яндекс.Про. На самом деле здесь я немножечко соврал. Потому что… Почему? Об этом мы узнаем в шестом разделе, который состоит исключительно из циферок. Циферки — это скучно, но мне сказали, что без них вообще никак. Поэтому все же какое-то количество циферок здесь будет. В iOS-приложении сейчас в среднем 15% пользователей… Оно по объему пользователей составляет в среднем 15% от Android-версии. В некоторых странах этот показатель доходит до 30%. Это, если помните, то, что мы рассчитывали в самом начале. В некоторых всего 10%. В России, например, порядка 11 или 12%, но в России мы особо пока не рекламируем это приложение. Цифра эта скушена два. При этом наша команда, команда флаттер-космонавтов, она космически растет. За год мы по численности сравнялись с Android-командой. За полтора года нас стало даже немножечко больше. И по некоторым оценкам мы стали самой крупной командой, которая пишет на флаттере в России. и наш флаттер-приложение стремится в космос. Помните, мы говорили про производительность. Здесь, на самом деле, когда мы говорили про выбор кроссплатформы, мы говорили про производительность. На самом деле здесь все не так хорошо, как хотелось бы, но, в общем, неплохо. На старых устройствах флаттер работает на 10-15% быстрее нативной Android-версии. К сожалению, памяти мы потребляем пока выше, чем нативные версии. И потребляем больше электроэнергии, чем нативные версии. Но это пока мы активно занимаемся оптимизацией всех этих вещей. Теперь поговорим о том, что же ждет всю эту историю в будущем. Это седьмой, последний раздел. Мы хотим объединить наше приложение в одно. Мы много говорили вначале о том, что нам нужен переносимый код, чтобы писать под две платформы сразу. Но пока, к сожалению, мы пишем отдельно под iOS и отдельно под Android. Совсем-совсем скоро это изменится. В следующем году у нас будет единая кодовая база для всего Яндекс.Про. Про становится суперапом. Я думаю, вы все заметили эту тенденцию, что в последнее время все пытаются делать свои суперапы. У кого-то это не очень получается, у кого-то, как у нас, это получается. У нас есть клиент Яндекс.Го, который давно стал суперапом. Там есть много функций. Кроме такси, там можно взять заказать еду, там можно заказать товары из маркета, там можно заказать лавку, там можно заказать драйв. В приложении Яндекса можно делать. Тоже много всего, и это тоже полноценный суперап. И, в общем-то, мы не хуже. Мы будем суперапом для платформенной занятости. Уже сейчас у нас работают таксисты, курьер, еды, лавки и автокурьеры. Мы собираемся расширить количество людей, которые могут работать на нашей платформе, добавив туда как пользователей внешних сервисов, как пользователей внешних компаний, так и внутренних сервисов Яндекса. И, пожалуй, самое важное направление, которое у нас есть сейчас, это то, что из Pro мы пытаемся сделать технологическую платформу. Что такое технологическая платформа? Это какой-то набор решений на базе сервисов Яндекса, которые можно без проблем использовать при разработке своих приложений внутри компании, не тратя кучу сил на всевозможные интеграции, на понимание того, как это работает. Мы это делаем для того, чтобы облегчить жизнь своим коллегам, потому что в Яндексе постоянно появляются какие-то новые бизнесы, нужно проверять какие-то новые идеи. Например, недавно у нас запустились самокаты, которые уже используют базовую версию этой платформы. Решения включают в себя карты, логин, навигацию, логирование, профили пользователей, UI-компоненты и многое другое. И бесконечность не предел для нас. Мы устремляемся в космос как только можем. Я не могу говорить обо всех планах и проектах, которые у нас есть касаемо Яндекс.Про и касаемо этой технологической платформы, но, поверьте, их очень и очень много. Главное, что мы сделали, это показали всем в компании и многим в России, что Flutter — это отличный инструмент для работы и что не стоит бояться неизвестности. В некотором роде мы стали первопроходцами космоса. Здесь я могу закончить свою презентацию и буду готов ответить на все ваши вопросы. Гена, спасибо тебе большое за доклад. У меня отличная для тебя новость. Мы очень опережаем график, поэтому у нас с тобой есть буквально полчаса, чтобы просто пройтись по всем вопросам и можем по три раза. Но мне кажется, у нас отличная компания, потому что я за кроссплатформу, как ты понимаешь, тоже потерять всегда очень рада. Так что, в общем, расслабляйся. У нас впереди с тобой интересная дискуссия. Я с удовольствием. Конечно же, слушатели накинули вопросов. И первый. Здравствуйте. Почему для себя не рассматривали Xamarin.Forms? Ведь там тоже есть переносимый UI. Собственно, не пришлось бы писать UI-ный код тоже. Ну, вопрос хороший. Наверное, потому что у нас была аллергия на C-Sharp. Ответ хороший. Вот. И Xamarin на тот момент уже начал как-то помирать и сходить. Если бы мы начинали пару лет назад, наверное, мы бы серьезно рассматривали Xamarin. Но так как Flutter условно можно... Для меня Flutter является как бы следующим поколением таких вещей, как Xamarin, то мы решили сразу смотреть на Flutter. Он как раз зарелизился в декабре 2018 года. Был только из печи. И, собственно, почему бы и нет. А вот ты сказал, что у вас была аллергия на C-Sharp. А на Dart у вас аллергии не было? Мне интересно, как... А почему такие аллергии берутся? Слушай, нет, на Dart аллергии у нас не было. Dart внезапно очень хороший язык. Он понравился всем ребятам в команде. Надо понимать, что мы не нанимали сразу людей, которые знают Dart. Мы переучивали людей с iOS. У меня про найм еще есть вопросик в кармашке. То есть первая команда, которая делала первый прототип и первый релиз, это все люди, переученные с iOS. Там не было ни одного андроидера. Все после Swift'а отлично вас приняли Dart. Ребята после андроида, которые стали приходить, они, конечно, говорили, Kotlin лучше, давайте сделаем Flutter на Kotlin. И на GitHub Flutter даже есть такой тикет, у которого совершенно безумное количество голосов, чтобы давайте уже поддержите Kotlin наконец-то. Это один из самых частых вопросов, которые нам тоже на Kotlin-эвентах задают. Типа, когда Flutter на Kotlin не будет? Никогда. Все верно. Ты, кстати, упомянул, ты сказал, вот если бы мы два года назад принимали решение, мы бы рассмотрели. У меня как раз, я хочу предложить развернуть этот вопрос, потому что ты упомянула какие-то критерии, например, тоже про Kotlin мультиплатформ, что он даже не был в Альфе. Что-то уже изменилось. Например, у нас весной уже мы выходим в бету. Но тут вопрос не про КММ. Я постараюсь себя снять шапочку адвоката, потому что, понятно, у вас есть история про UI, и сейчас это пока что не история про КММ. Но в целом, вот если бы сейчас, сегодня, вы бы принимали решение об использовании технологии, кого бы вы рассмотрели, и опять же, какой выбор бы сделали с учетом изменившейся реальности? Сложный вопрос. Точно, более пристально бы смотрели на Kotlin, и вот все технологии мультиплатформные, которые вокруг него возникают. Мы ставили, на самом деле, даже тест. У нас была очень большая идея. Ну, дай так, текущий про, который работает только на андроиде, это в основном Kotlin код, да, это там почти 2 миллиона строк Kotlin кода, ну, с какими-то вкраплениями явы. И было очень соблазнительно это начать переносить... Вот-вот. ...как-то в другую предметную область, да, но Kotlin, который на виртуальной машине, и Kotlin, который Kotlin эти, это два разных Kotlin на самом деле. Мы честно попытались, мы честно попытались использовать вместо ретрофита КТОР, мы честно поделали все эти упражнения, опыты, получили на тот момент там некие проблемы с локейшеном памяти, туда-сюда, и после длительных тестов, на самом деле, и сравнений нам пришлось закопать Kotlin, потому что, ну, получалось, что нам фактически надо полностью переписать приложение с Kotlin на Kotlin. Ну да, тут вопрос вот наличия таких GVM-ных зависимостей, оно как бы сначала кажется, вроде у меня вся кодовая база на Kotlin, а нужно искать аналоги, и это правда. И миры где-то расходятся. Воспользуюсь моментом, так у нас полчаса, и все равно зарекламу-то немного то, что про разницу вот этих миров GVM на Майонетива технология сейчас движется к тому, чтобы эту разницу, как можно как бы уменьшать ее. Например, новая memory-модель как раз сейчас в статусе Experimental, и вот все эти там истории про фрезы, про память и прочее. Но я абсолютно понимаю как бы твою аргументацию здесь, да. А кроме Kotlin, что ты, я даже не знаю, правда, что еще вопрос хороший. А, ну может быть, здесь такая еще опция, что мы получили опыт с кросс-платформой, и сейчас бы вернулись на натив, но кажется, что твой доклад как бы подтверждает обратное скорее. Нет, не вернулись бы, и более того, у нас был некоторый опыт, когда мы сделали прототип там одного известного, известного проекта на Flutter, и решили использовать вместо Flutter веб-технологии и для скорости дипломента и прочее. Ну, потому что, когда ты пишешь на Flutter, ты все равно проходишь релизный цикл через Store, да, это не то, что ты переложил у себя на сервере веб-странички, которые через PVA загрузились. Вот, и все равно получаем то, что на вебе пользовательский опыт он заметно уступает даже кросс-платформенным решениям типа Flutter, не говоря уже о нативе. На Flutter пользовательский опыт, он, как сказать, good enough. То есть его можно отличить от нативы, если знать, куда смотреть, но для большинства кейсов абсолютного он прям… Конечно, тут все зависит от кейсов, а по поводу вот этого скорости деплоя, релизного цикла, мне кажется, когда это критично и хочется его скорить, можно куда-то в сторону backend-driven UI посмотреть, то есть как можно больше, да. Собственно, мы этим активно занимаемся. Сейчас, возможно, UI-конструкторы и прочие вот эти вещи. Ну, кто это не делает сейчас? Это правда. Где доклад про backend-driven UI? Так, про кросс-платформу было, про UI-тесты у нас был. Нужен про backend-driven UI, чтобы в bingo поиграть конференционно. Раз затронули тему интерфейса, вопрос тоже от ведущих поступил. Женя там тоже подсматривает трансляцию. И Женя интересуется, а почему важна так вам консистентность UI? Потому что кажется, что у пользователей iOS и Android довольно разные паттерны взаимодействия с приложениями. И тут скорее такое два вопроса. Вообще, о какой консистентности идет речь? Это просто общий польский опыт, чтобы все действия там были доступны и прочее? Или это прямо идентичный? Ну, на Flutter у нас все суперидентично и ведет, соответственно, себя суперодинаково. Ну, это следует из того, что у нас Flutter, из-за того, что UI он рисует самостоятельно на всех платформах. Да, у нас от дизайнеров было достаточно жесткое требование, чтобы все компоненты выглядели абсолютно идентично и абсолютно идентично себя вели. Они проводили кучу каких-то UI-тестов, исследований и прочего-прочего и вывели некоторый такой усредненный user experience, который будет понятен и тем, и тем пользователям, и который не вызывает у них какой-то идея синкразии. Например, с этими стаб-барами сверху и снизу просто это два раза глира. Вот. И, собственно, например, в Яндекс.Го, который клиентское приложение, которые нативные на iOS и на Android, у них есть достаточное количество проблем с тем, что визуальные компоненты ведут себя примерно похоже, но не совсем похоже на iOS и на Android. И это пользователи, которые, например, пользуются и тем, и тем, это немножечко фрустрирует. Вот. И очень сильно фрустрирует дизайнеров. Про дизайнеров я абсолютно понимаю, что фрустрирует, но я, честно говоря, не могу представить, как часто, какое количество пользователей реально пользуются на обеих платформах приложений? Они, наверное, есть, но мне кажется, что это единицы. Ну, они не единицы. Понятно, что их там нижнее количество процентов, там единицы процентов, но они, тем не менее, не есть. Вот. И, собственно, проблема в том, что если у тебя один компонент себя так ведет, это нормально. Когда у тебя ведет себя так, два компонента ошибка начинает накапливаться, да, и в какой-то момент мы получаем то, что там на iOS мы можем просто что-то сделать, а на Android, например, не можем что-то сделать. И нам приходится придумывать там совершенно другие флоу. А это уже как раз чревато, потому что это ломает там язык дизайна. Да, спасибо за ответ. Я поняла, что дизайнеры большую работу проделали, потому что вот это как раз, я говорю, очень легко просто сделать все одинаково и заставить страдать и тех, и других. А вот выработать такую усредненную штуку, которая будет, ну, это же больше ограничений тебе, как человеку, который создает интерфейс. Ты можешь, да, поэтому, ну, респект дизайнера. Ну, нашим дизайнерам отдельный респект, я должен сказать, потому что UI-компоненты на Dart, которые у нас есть для Flutter, у нас написал дизайнер, который придумал дизайн-систему. Он изучил для этого Flutter и сам написал отличные UI-компоненты. Мы их отревьюили вообще практически без замечаний. Крутая история. А вот это, мне кажется, правда, классная тема для нового доклада, потому что, смотри, тут и дизайн-системы, и Flutter, ну, в смысле, это же вообще все звезды собрали. Полное бинго, да. Полное бинго, все звезды собрали. Окей. Немножечко отойти от всяких технических проблем и задач. По поводу найма мне хотелось поговорить. Как ты можешь оценить ситуацию с наймом именно Flutter-разработчиков? Или можно сразу же, опять же, времени у нас много, поэтому задам три вопроса подряд, а ты отвечай, в каком тебе порядке удобнее. В общем, да, первое, интересно, какая динамика на рынке именно Flutter-разработчиков? Насколько сложно долго переучивать, в общем, анбордить нативных разработчиков iOS, Android? И кого конвертить во Flutter-разработчиков получается проще, быстрее? Или, может быть, кто сам больше изъявляет желание? Все, стек заполнен, разбирайся. Так, смотри, давай начнем с середины. Сложен ли найти Flutter-разработчиков? Как сейчас показывает практика, не сложнее, чем других мобильщиков. Собственно, чистых Flutter-разработчиков, ну, людей, которые идут прям сразу на позицию Flutter-разработчиков, становится все больше и больше. Если раньше в самом начале мы нанимали, ну, то есть мы открывали вакансии мобильный инженер на iOS, Android, и когда вот они приходили, мы такие говорили, слушай, а на Flutter может такое дело? Да, вот мы-то на самом деле на Flutter пишем, может, интересно будет. Вот. Вот, справедливости ради никто не отказывался, но сейчас люди приходят, у нас уже есть вакансии именно на Flutter, и люди приходят именно на Flutter. Вот. Их становится все больше и больше. Конвертировать, здесь все зависит от того, насколько у человека вот инженерный склад ума, если человеку это интересно, он за несколько дней осваивает самые азы, через неделю уже делает первый pull-request, который, естественно, все в пух и прах разносит, но через месяц он уже нормальный production код пишет. Да, понятно, что он не знает там всех тонкостей и супер каких-то тонких мест, но для этого у нас есть корневая команда, которые, вот, людей, которые дольше всего занимаются Flutter, которые могут там подсказать, направить, рассказать, при этом мы очень сильно внутри культивируем у себя как раз историю с обучением, у нас большие внутренние образовательные ресурсы, есть на эту тему, там всякие вот анбординги, как правильно писать, как писать неправильно. Лучший анбординг — это 100 гневных комментов на pull-request. Не без того, да. Вот. И, в принципе, делаем даже какие-то программы там для студентов, где мы учим Flutter у ребят. Поэтому… А вот не возникает ли проблем с теми ребятами, которые как раз без опыта нативной мобильной разработке сразу же приходят, типа, я Flutter-разработчик, вот у меня, не знаю, два… Ну да, может быть, два года опыта как раз. Я сама пока не знаю, какого рода проблемы. Ну, может быть, где-то все равно приходится сталкиваться с какими-то платформенными штучками. Вот. Не бывало еще такого? Не сталкивались? У меня есть такие ребята в команде, и нет, не сталкивались, потому что те вещи, которые там близко к железу, близко к платформе, к нативу, ими занимаются люди, у которых есть опыт в этом, да. Там, если человек пилит какую-то фичу, которая вообще не касается никак натива, ну, какая разница, типа, есть ли опыт или нет. Ну да, это действительно, наверное, к команде, тебе говоря, к большой команде это не так релевантно, потому что можно всегда найти эксперта, это, наверное, больше может касаться каких-то инди-разработчиков, а-ля, там, там. Ну, для инди-разработчиков, да. То есть рано или поздно люди утыкаются в то, что они, например, если у них нет никакого опыта мобильной разработки, они там не понимают, как устроены активити в Андроиде, или как и вью-контроллеры, устроены в iOS, и они получают какое-то странное поведение в своем флаттер-приложении, ну, и дальше у них как бы два пути. Они либо пытаются разобраться и как раз получают базовое понимание платформы, и у них становится все хорошо, ну, либо они не пытаются разобраться, и тогда они, в общем, и флаттер-разработчиками перестают быть. Я поняла, что я нагло ворую эфир, пользуюсь возможностью, и сдаю интересные мне вопросы. Давай пройдемся по тому, за что зрители еще пишут. А подскажите, пожалуйста, какие у флаттера все же слабые места есть, хватит одни сердечки, ставят тут на слайде, на что обратить внимание при переводе проекта на эту технологию? Стоит точно очень хорошо подумать над тем, чтобы встраивать флаттер в уже существующее приложение. Причем, чем более сложное приложение, в которое встраивается флаттер, и чем более инвазивно он туда встраивается, ну, подинвазивно я имею в виду не то, что мы в какой-то момент фло открываем просто флаттерную часть, да, и вот она дальше продолжается. А когда нам нужно плотно взаимодействовать со всякими кишечками этого приложения, вот там не все гладко на самом деле, да. У нас есть отличная документация на флаттердев, да, по флаттеру, где есть супер работающий Hello World пример. И вот как только ты уходишь за рамки Hello World... Вот эти вот границы, да, вот Hello World, а вот остальные... Да, у тебя получается такая история, что у тебя, во-первых, нету никакой доки про это, потому что это мало кто делал пока, а из тех, кто делал, еще меньше народу это описывало, да. И ты такой не знаешь, в принципе, что тебе делать. Ну, у тебя есть, на самом деле, один вариант. Ты открываешь исходники флаттер-энжена и идешь там, типа, что-то делаешь, чинишь, заливаешь пол-реквесты, собственно, радуешься жизни. Ну, благо, в флаттер-корд-тиме они достаточно приятные ребята в том плане, что они принимают все реквесты, они там не висят годами, они могут что-то подсказать тебе, если ты им напишешь, вот. А ресурсы, которые Google вкладывает в развитие флаттера, они... Они достаточно большие, да. Они достаточно... Сойдемся на этом, да. Окей, перевод существующего проекта. Здесь опять можно надеть обратно шапочку маркетолога кодовым мультиплаттером и сказать, что вот в этом случае как раз если хочется в большую кодовую базу что-то заинтегрировать, начать, что-то шарит новое, может, в каком-нибудь кусочек перенести, который sensitive. Мы часто ловим там какие-то ошибки и вот хотим, что вот этот там подсчет там скидок работал одинаково на клиентах. Почему-то он считается на клиентах. Ну, вот так вот получилось. Тогда стоит в эту сторону посмотреть. Вот в этом... Как раз, мне кажется, вот первый UI, понятно, здесь технологии сильно расходятся в том, что они предлагают разработчикам. А второе, вот эта история про интеграцию в существующие приложения здесь, конечно, попроще, на мой адвокатский код в мультиплаттером. Ну, слушай, для всего своего инструмента, да. Я думаю, это лучший вывод из любой вообще дискуссии про кросс-платформу, правда. Пока что. Может быть, через пять лет у нас ultimate один тул какой-то найдется, но посмотрим. Доклад, Геннадий, достаточно интересный, приятно слушать, пишет наш зритель. Вопрос следующий. Будет ли native-приложение полностью вытеснено с рынка? Тоже повизионировать. Может, у нас же сегодня все про будущее. А если да, то как скоро? На native-приложение наши или вообще нет? И вообще, вообще. Нет, вообще не будут, конечно, потому что, ну, Flutter и вообще, в принципе, кросс-платформа не очень хорошо работает с какими-то вещами, которые там близко к железу, с какой-нибудь дополненной реальностью, еще с чем-то таким. Вот всегда кому-то нужно будет больше скорости, больше контроля. Мне кажется, чтобы сделать этот вопрос менее очевидным, можно чуть-чуть границы судить, не как бы не вообще со всех мобильных приложений, но реально мобильные приложения это очень широкое слово, они в смысле бывают супер разные. А если взять вот такие типично продуктовые, там, типа интернет-магазины, какие-нибудь маркетплейсы, доски объявлений, вот это вот все вот такие как бы общие, не знаю, как их одной категории обозначить. Ну, вот такие типичные приложения, скажем так, вот здесь вот. Ну, кажется, что среди мелких предложений все больше и больше будет писаться на кросс-платформе, потому что, как правило, если это не твой основной бизнес, да, ты заказываешь это где-то в аутсорсинге, аутсорсинг, время, деньги, и на кросс-платформе все быстрее и быстрее становится писать, поэтому все больше и больше аутсорсеров начинают смотреть там в сторону того же флаттера. Условно, я и знаю, мы это вижу, да, то есть у меня ребята, которые приходят с флаттерным опытом, они все, как правило, там, я сижу в аутсорсинге, нас там трое-четверо человек, вот мы ведем одновременно семь проектов на флаттере, я там уже все знаю, типа, мне надоело, меня все считают сеньором, но я хочу дальше развиваться, возьмите к себе, пожалуйста. И это, в общем, отличный кейс на самом деле, потому что туда приходят моментально новые люди, ну, то есть, весь вот этот аутсорсинг, он дает кадры там компаниям побольше. И мне кажется, да, такие приложения будут вытесняться. Крупные приложения, не знаю, типа, условного Авито, ну, ты его не перепишешь просто так уже. Зато можно заинтегрировать немножечко, немножечко мони-платформы. Вот, не, ну, можно, то есть, смотри, вот мы же с Яндекс.Про сделали этот финт с ушами, то есть мы за, там, полтора года где-то полностью переведем его на кросс-платформу и закатим нативное приложение. Но у нас это скорее такой, значит, визионерский опыт в плане того, что так, наверное, никто не делал для нас, и мы сами внутри себя немножечко боимся, то есть мы вот это делаем и такие смотрим, как же оно будет работать. Вот, если оно нормально себя покажет в течение следующих, там, условно, полугода после того, как это сделаю, тогда мы будем уже думать про что-то другое, более крупное. Вот в эту тему, как оно покажет, что же будет, тут тоже вопрос от слушателей прилетел, что будете делать, если Flutter задиприкейтит? Мне кажется, частый вопрос тоже ко всем докладам на Flutter. Вопрос достаточно частый, я уже два года, в общем, его слышу, да ничего не будем делать, форкнем, мы будем жить дальше. Ну, как бы, open source, нормально работающий, вернись в лицензию, берешь и делаешь дальше, если хочешь, вот. Все. Когда, можем себе позволить, как говорится. Можем себе позволить, да. Окей. Да, темы немножечко уже касались про UI, но все-таки тоже повторю, не бомбит ли iOS пользователи, мне нравится тут фокус на iOS пользователях, потому что знаем, как они внимательно относятся к тому, чтобы все у них там было консистентнее, к системе. Вот, не бомбит ли iOS пользователи от ненативного iOS UI, да, мы, в общем, проговорили, но вот так, скорее, не заметила ли ты, может быть, тоже разверну вопрос, разницы в отзывах о том, как работают ваши iOS пользователи и Android пользователи, что там, типа, Android пользователи, знаешь, готовы на все, потому что в целом у них все не так консистентно, как у iOS. Слушай, я вот все время, когда вижу водителя в такси с нашим приложением, да, или там курьер, я такой говорю, ну что, как на iOS это работает? Ну, я имею в виду с iOS версии. Как работает? Он говорит, слушай, я до этого ходил с Android, было так вообще, вот на iOS свежий глоток воздуха, спасибо, ребята, все супер, отличие. Не, не бомбит совершенно, вот. UI достаточно похожий на нативный, вот, но, но, типа, но не нативный. Я думаю, тут тоже может ответ разниться в зависимости от типа приложения и категории пользователей, да, там, водители такси, кто-то, может быть, какая-то из других категорий, которые, у которых какие-то другие требования. Ну, слушай, помнишь эту историю, когда Airbnb мигрировали на React Native активно? И обратно. Туда и обратно. Туда и обратно. кроме родной и пловой почты. Все они нативные. И при этом этот UI консистентен между двумя платформами. Ну, как бы, возможно, эти ребята, как бы, вот в топ-10 приложений, все 10 из топ-10, возможно, они до чего-то догадываются, чего-то знают. Возможно, возможно, у них просто нет других вариантов, потому что те польские сценарии, которые они хотят реализовывать, ну, типа, нативными средствами, они, возможно, просто… Ну, возможно, у них будет просто два, из-за этого два разных совершенно флоу на одной и на другой платформе, и они не смогут там свои продуктовые фичи нормально в них интегрировать. Поэтому… Я просто представляю сложность процессов вокруг этого. Согласна. Вопрос. Можно ли во Flutter приложении встроить куски нативного кода на iOS? Почему-то по iOS особенно интересуется. Типа как SwiftUI можно встроить вью из UI кита. Да, конечно. Ну, собственно, карты, которые используются в iOS-ном Яндекс.Про, это как раз платформенные вьюхом от кита. Еще про будущее. Заменит ли Compose Flutter в будущем? Ну, когда он начнет нормально работать на iOS и на всех платформах, да, конечно. Окей. Может быть. А может быть и нет. А вот посмотрим. Пробовали ли вы версию Flutter Web? И что, можете как-то прокомментировать свой опыт, если он был? Да, пробовали. Понравилось. Делаем внутри ресерч всякий на эту тему. У нас есть куча в Pro. Это же не только вот приложение для мобильных приложений. Там есть куча всякого веба для управления курьерами, таксистами, вот этим всем. То есть там есть какие-то админки, вот так назовем, да, то есть внутренние штуки, в которых не нужен SEO, в котором очень слаб Flutter Web, к сожалению, пока, но зато нужен там скорость разработки, и мы очень сильно сейчас смотрим в ту сторону, чтобы прям переиспользовать куски из мобильных приложений на Flutter Web, там всякие профили пользователей, например, карты и прочие элементы, вот, поэтому опыт, продакшн опыт есть только в Яндекс.Драйве, у нас продакшн опыта нет, но мы активно экспериментируем. Ну и Flutter сам, мне кажется, только сейчас начинает больше в это инвестировать, в смысле оно было всегда, но они прям недавно лендинг обновили, у них появился такой фашка мультиплатформ. Они из 2,5, по-моему, и Лиза прям на веб совсем влили в кучу ресурсов, и у них веб-то, собственно, сейчас один из основных векторов. Расширяете ли вы сообщество Flutter? Создаете ли пакеты? И если да, то какие? Или все потом? Хороший вопрос очень. Мы хотим это сделать, у нас сейчас внутри находится в стадии согласования и публикации нескольких библиотек, вот, и планируем дальше только наращивать эти темпы, то есть мы очень хотим это делать, нам достаточно неловко, потому что мы много берем из сообщества и мало в него отдаем, и мы действительно планируем чуть-чуть развернуть этот корабль, и поплыть в сторону сообщества, и к интрибьюти все побольше в open source. Замечательное публичное сейчас было обещание, теперь уже не съедешь. Я думаю, что после твоего доклада, другие доклады, понятно, сейчас тема популярная, многие начинают интересоваться флаттером, тех, у кого нет опыта, возможно, даже не бабильщики. Здесь такой вопрос тоже по твоему опыту. Помогает ли мобильный опыт? Мы говорили о том, что, понятно, склад ума инженерный, это как бы база всегда поможет, но вот если у тебя есть какой-то опыт мобильной разработки, помогает ли он вкатиться во флаттер больше, или типа с нуля то же самое будет. Я понимаю, что тут очевидно, вроде опять же есть специфика, как ты описывал, но давай так, если вот основные концепции постигать, типа Dart учить, там проще, когда ты уже на Kotlin писал, и на Swift, и как бы там тулингом познавать. Скорее, ближе всего, я бы сказал к какому-нибудь вебу типа React, и концептуально, потому что это declarative UI, это реактивное программирование условно, то есть типа вот у тебя реакции, все эти проходят. То есть это прям вот какой-то React плюс State Management. Это мои ассоциации. Так, таких прям прям прямых параллелей с мобайлом каким-то нет, языки, ну, слушай, языки все похожи, да, бывает так, вот. Где-то больше сахара синтаксического, где-то меньше. Правда, где-то стандартная библиотека побогаче, где-то нужно подключить побольше зависимостей. То есть что-то там write-only, типа современный. Мне кажется, всегда сложнее все вокруг постигать, типа систему сборки, я говорю, классно пользоваться тулингом так, чтобы он тебе помогал, а не стрелял в ногу вот это все, а язык, да, языком, я согласна. Тоже тему это касались уже, но я предлагаю повториться, может быть, чуть-чуть побольше расскажешь. Я говорю, время у нас есть. Вообще очень рада, что у нас, что мы опередили график, и время осталось, потому что я говорю, поговорить про Крослав форумы с тобой здесь вообще замечательно, тем более вопросов много. как вы относитесь к backend-driven UI, и стоит ли смотреть его в сторону? Так как ты уже говорил, может быть, чуть подробнее расскажешь, ты сказал, что вы активно используете, может быть, для каких задач? Смотри, backend-driven UI — это очень хорошая история, если ее правильно приготовить. Ну, как и все, на самом деле. Для каких задач? Ну, в первую очередь, для каких-то экспериментов. У нас куча продуктовых экспериментов производится. Если нам, условно, для того, чтобы перекрасить каждую кнопку, нужно будет проходить релизный цикл полностью, эксперименты будут делаться очень долго. Так, если ты используешь backend-driven UI в этих местах, то, условно, ты можешь эксперименты делать за несколько дней, понимать, насколько у тебя повышаются, понижаются конверсии, как лучше, как хуже, оставлять это уже в том виде, который тебе нужен. И я думаю, что в каких-то крупных приложениях все рано или поздно так или иначе будет с backend-дривиться. Ну, то есть это будет не… Ну, на одном полюсе backend-driven UI у нас есть веб-технологии, да, когда у тебя приложение — это просто браузер для веб-страницы, но там есть свои проблемы, да, на другом полюсе, когда у тебя все супернативно сделано, и ты ничего не можешь просто так поменять, там, без перепубликации приложения. Вот. Кажется, что история где-то посередине, да, мы смотрим больше в такую штуку, когда у тебя есть какие-то кубики, да, ну, то есть вот это та же наша дизайн-система, да, когда ты можешь из дизайн-системы собрать какие-то кубики, показать их, там, прописать реакции на backend-де и смотреть, что из этого получается. И вот мы идем в эту сторону, и мы достаточно большие куски приложения переводим на такие штуки как раз для того, чтобы делать все возможные, там, эксперименты и иметь быстрый контроль на это и иметь возможность быстро что-то поменять. Да, эксперименты звучат как самое отличное применение. Вообще, мне кажется, по опыту тут очень, да, вот эта грань, когда хочешь очень много кастомизации, так как у нас все равно нет какого-то такого стандартного решения для backend-driven UI, типа вот общий там протокол, вот кидайте. Каждая команда начинает прийти свой вот этот вот движок, да, для того, чтобы ссерендрить. И в какой-то момент ты осознаешь себя, что ты больше времени, да, ты сэкономил время на том, что можешь кубики переставить, но поддержка этого движка, возможности, она зачастую тоже, в общем, много ресурсов начинает отжирать. И, наверное, заключительная пара вопросов от меня. Ты не первый делаешь доклад про Flutter, и мне интересно, можешь вспомнить, вот так два, люблю вопросами закидывать гостей в подкасте, то же самое дело, а потом такой сидишь, отдыхаешь, а гости бываются. Можешь вспомнить самый частый вопрос, который тебе задают, или самые частые, а второе, знаешь, может быть, самый интересный, запоминающийся, что-то про Flutter, может быть, необычное. Что тебя вообще в основном спрашивают про Flutter? Может, не обязательно на конференциях? Слушай, в основном спрашивают, и как раз вопрос, которые уже были, что будете делать, когда Google Flutter закопает? Это первый вопрос, он самый популярный. У Google есть вот эта плохая карма убийц приложений, да, и убийц технологий, и, собственно, все говорят, ну, Flutter-то они точно закопают, ну, явно, но они же все закапывают, поэтому и Flutter закопают. Это один из самых частых вопросов. И второй вопрос, где людей берешь, как нанимаешь, типа, вот. И еще очень популярный вопрос на тему того, вот у тебя же есть Android-команда, и вот ты ее заставляешь теперь писать на Flutter, почему они все, типа, соглашаются писать на этом Flutter, да, они встают и не уходят куда-то, ведь они же до этого писали на Kotlin, а тут такая мерзость, ну, не знаю, из большого, ну, если мы говорим в относительных цифрах, то, наверное, всего пара процентов народу сказали, что мы не хотим заниматься Flutter'ом, вот, хотим в нативе оставаться, вот. При этом, ну, это, на самом деле, несколько человек, да, один вообще сказал, я не хочу больше мобильной разработкой заниматься в принципе, ушел в бэкэнд пилить на плюсах. Я думала, даже ушел, типа, пиво варить, ну, такое тоже бывает, но это просто еще поменьше, это надо еще, это чуть более, в чуть большем возрасте случается, да, у меня достаточно молодая команда и им еще рано, то есть они до кризиса среднего возраста еще не дошли. Я поняла, а вот даже, может быть, не самое интересное, а тебе самому на какие вопросы про Flutter нравится отвечать? Наверное, о том, как я вижу его будущее, я всегда люблю, знаешь, помечтать и сказать, все будет шикарно, все будет на Flutter, вот. Блин, все будет на Flutter, это, знаешь, какая-то такая метафора. Еще, еще вспомнила тоже один вопрос, не про будущее, но вот в процессе вашей миграции, одобшенной технологии, был ли такой момент, может быть, когда вы встретились, реально серьезные проблемы, вы встречались с разными проблемами, ты рассказал, как их решал, вот был ли какой-то вот прям критический момент, когда ты прям, знаешь, за голову вечером схватился, такой, блин, лучше бы мы этого не делали, но потом понятно, что кризис прошел, вот кризисные моменты, короче, можешь припомнить, да? Были, когда мы пытались, ну, план был какой, мы хотели взять текущее Android-приложение и начать туда активно встраивать Flutter-компоненты, попутно встраивая их в iOS-приложение, и вот, когда мы начали это делать, ну, естественно, мы сделали какой-то R&D, естественно, мы запустили Hello World, все стало нормально, а когда дело дошло до реального продакшена, там было все очень плохо, ну, то есть прям очень плохо, и мы начали пытаться решать эти проблемы, и, ну, ты сама знаешь, да, когда проблемы такие вот, как бы, не то, что компилятор ошибку показывает, а когда непонятно, почему это все, тебе кажется, ну, вот сейчас еще пара часов, и кажется, я нащупал, из-за чего это, самое страшное, и вот это вот длилось неделями, и это настолько вымотало меня и всю команду, что мы уже сидели и такие, ребят, пока не поздно, типа, мы еще можем соскочить, давайте, вот, собрали большой состав, там, менеджерский, все, и у нас реально была такая вот прям история, что, типа, мы остаемся или нет, ну, то есть был еще вариант сказать, типа, блин, да, мы поставили не на ту лошадь, сейчас мы возьмем, перепишем на нативе, там, типа, свое iOS-приложение, и будем жить как люди, но потом мы такие, типа, да ладно, что, мы просто будем писать и на iOS, и на Android эти фичи по-разному, а потом их объединим, и вот тут дело пошло, вот, то есть все это, как бы, разошлось, тучи растянулись, и будущее стало снова безоблачным. Круто, ну, спасибо, что поделился. Ну, что, повторюсь, шикарные полчаса, мне кажется, дополнили доклад отлично. Спасибо большое. Да, спасибо тебе за ответы и за доклад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.